привет мои хорошие с вами снова я гоша и я решил обновлять карту опять же обновлять то есть как пока что нету обновление мистер мид я решил даже продолжать обновлять карту со своими помощниками так вот первое обновление карты без вот это вот обновление мистер мита до 1.6 но обновление мистер мита до 1.5.1 как бы сказать уже есть второе обновление совсем скоро скорее всего она в конце этой неделе будет второе обновление либо же в начале следующей недели короче что тут я добавил что тут я изменил разработчики карты тут ничего абсолютно не изменилось кроме того что тут небольшой был так сказать баг с табличками то что короче они немножко не отображались из-за того что здесь освещение немножечко забаговалось точнее не забаговалось освещение как бы был была вот эта вот дырка в потолке где-то тут короче не обращайте вред который я сказал про таблички короче тут была просто дырка в потолке поэтому я ее заделал и больше этой дырки нету как вы видите назад меню все так же дальше текстуры кстати трейлера нету потому что ну потому что я решил пока что трейлер не делать то есть я только делаю по глобальным обновлениям трейлеры а это не такое же глобальное обновление и вообще бы сказал бы не глобальное обновление кстати хочу сказать то что теперь когда вы будете на этой карте у вас будет обязательно режим без читов во-первых будет то есть читы будут выключены теперь то есть теперь что ты будут выключены теперь ну как бы вы будете в режиме адвентур то есть не в креативе не в сорвировал а в адвент в адвентур короче что тут у нас но тут у нас ничего не поменялось ну то есть как вы видите здесь все так же но понтифуга так и нету то есть я этого не исправил реклама все так же и дальше что у нас дальше опции опции у нас ничего тут тоже по моему не изменилось то есть я ничего не изменил в опциях и так давайте дальше посмотрим здесь у нас мистер мид весен 1.5.1 уже и бета уже 0.5 совсем скоро бета 0.5.1 там будет связано обновление больше с командами то есть здесь не так уж много с командами будет обновление и так давайте нажмем на играть и тут у нас загрузка и чуть-чуть изменилась загрузка смотрите вот здесь появляются скелеты и видите тошноты ну как бы эффект и нас тошнит там немножечко и мистер мид там так далее в общем я чуть-чуть пофиксил тут теперь дольше вот эти вот надписи немножко короче эффект тошноты нужно будет дождаться пока что он пройдет ну точно так же немножко также изменены точнее исправлены мои ошибки вот я сейчас вам покажу какие были ошибки исправлены во первых теперь сюда нельзя зайти то есть и вот там вот тоже стоят невидимые блоки то есть это у меня исправлено я обязательно потом я уже как бы сказать загрузил на яндекс диск карту то есть я уже ее загрузил теперь кстати говоря теперь нам будет выдаваться лук вот это вот исправлено самое главное и теперь мы не можем сюда пройти это тоже исправлено потому что я допустил очень много множество ошибок здесь опять же хочу сказать по поводу этого здесь эту стрелу можно только один раз пустить и вот у нас блоки невидимые пропадают там по моему по моему как я помню здесь была проблема со стеклом теперь она разрушается да то есть теперь она будет исчезать когда мы нажимаем на кнопку можно сохранить кстати стрелу но это может быть как-нибудь мы еще сделаем здесь также там так далее ну в общем вы поняли и так давайте дальше посмотрим что у нас тут изменено здесь ничего не изменено здесь так и таблички вещь висят но в следующей по этой версии это будет изменено ну принципе здесь все по стандарту здесь все нормально и что еще что еще тут было исправлено я множество чем много чего исправил точнее здесь теперь вот этот вот люк кстати говоря стоит потому что он не стоял раньше и это было чуть-чуть неправильно ну здесь также вроде бы все то есть я точно не помню возможно это еще не все то есть возможно это все еще не все но я точно не помню здесь три стрелы так и есть здесь вот это вот все так и есть но следующий бета-версии это я чуть-чуть переделаю и так что еще у нас тут было нет не исправлено тут у нас вроде бы с замком была проблема то есть что здесь не было никаких замков я забыл их поставить вроде как и в общем теперь они тут есть и в принципе все то есть в принципе вот такого достаточно не глобальное обновление но зато по крайней мере теперь нету никаких ошибок которые были я уже как бы сказать не был не допустил ошибки я уже их кстати говоря вот в этом именно видео вы можете увидеть что тут внутри машины да короче что по поводу этого обновления я исправил множество ошибок получается которые я допустил и теперь эта карта без ошибок то есть я уже ее выложил со скачивания ссылочка на скачивание кстати вот посылочка на прошлую бета на прошлой бета-версии карты психопат хант получается тире мистер мид потому что здесь вот у нас была комната которую просто убрали почему-то я не знаю почему зачем ее убрали могли бы просто оставить комнату но сделать дворик ну ладно кстати вы можете тут увидеть крышу мою и сзади увидеть дом то есть вот такой вот приблизительно сзади выглядит дом вот таким вот кстати еще забыл совсем сказать самое последнее изменение то что тут потерпела моя карта и так представляю вам новый переход да я сделал новый переход здесь теперь вот так вот все но в будущем обновлении это все изменится то есть в 1.5.1 0.5.1 здесь не будет такого прохода будет чуть-чуть изменен проход но зато по крайней мере как бы сказать он будет наподобие этого но все равно он будет изменен и что хочу сказать еще по поводу это обновление это обновление вы можете еще раз скачать по ссылочке в описании и здесь в принципе в принципе ничего такого особенного не изменено просто исправлены ошибки которые я допустил предыдущей бета версии карты но почему-то я их просто не заметил и решил просто выложить эту бета версию карты кстати говоря вот тут все механизмы за скалами так что если хотите увидеть что за механизмы делаю так чтобы вот это вот открывалась дверь с помощью например ну вот это вот сейчас скажу вот этого слизня ну что что за механизм это используется чтобы открывалась эта дверь когда ты у тебя в инвентаре этот слизень и то же самое с вот этого дверью ну короче вы поняли кстати говоря следующее обновление будет очень глобальным и хочу сказать по поводу следующего обновления я чуть-чуть скажу пораспормирую немножко про следующее обновление здесь в следующем обновлении будет очень много просто команд будет она очень глобальным Так что у вас не будет такого короткого видеоролика, как этот, скорее всего. Скорее всего, будет видеоролик где-то на 12 минут, может быть, чуть больше, не знаю, может быть, на 20 минут где-то, не знаю. Но я попытаюсь как можно быстрее всё рассказать, то есть я буду, предупреждаю то, что я в следующей бета-версии буду очень быстро говорить и, так сказать, тараторить. Кстати говоря, здесь очень много территории, так что, если что, я к следующему обновлению немножечко готов. Так что вот такое вот у нас обновление карты. Кто хочет увидеть механизмы вот эти вот, которые используются в карте, вы можете просто скачать эту карту, распаковать её в zip-файл, то есть zip-файл этой карты, распаковать в Games, то есть через ES-проводник, скачиваете ES-проводник, то есть скачиваете мою карту и там будет zip-файл, то есть zip-файл моей карты. Но вы можете её просто в ES-проводнике зажать и, то есть в загрузке зайти в ES-проводнике, зажать эту карту и после этого нажать на три точки в правом нижнем углу. И потом после этого у вас небольшой, так сказать, списочек выдаст, там можно вертеться вниз-вверх и, в общем, короче, там распаковать будет такая кнопочка. И потом после этого нажимаете на неё и нажимаете, ну, у вас высвечивается окошечко, опять же, только в этот раз посередине. То есть то окошечко предыдущее высвечивалось не посередине, а в правом тоже нижнем углу. Ну, в общем, короче, высвечивается посередине окошечко и после этого там в окошечке будет, типа, распаковать в... В... там будет вверху написано. И после этого там выбирайте папку, ну, либо Storch, либо SD-карт. Это смотря где будет у вас карта... точнее, не карта, а папка Games. То есть там будет папка Games, потом в ней должна быть папка CommaJank, Minecraft Worlds и вот туда вот как раз-таки в Minecraft Worlds вы распаковываете. То есть распаковывать просто, то есть там просто будет ОК стоять, то есть когда вы уже переделаете папку Minecraft Worlds, просто нажмите на ОК. Там будет целая куча всяких файлов, которые имеют... которые есть в вашей карте, то есть ваши миры. И, в общем, короче, распаковывайте туда. Вы можете посмотреть туториал в YouTube, как распаковывать SD-файл. Ну, или же я вам потом отдельно, как бы сказать, запишу туториал, как распаковывать SD-файл. И буду всегда кидать ссылочку на этот туториал. Ну, и, в принципе, вот такое вот у нас видео получилось. Кто не поймет, конечно же, если... Кстати говоря, я тут блок забыл убрать, но... Это я потом исправлю, это я... Это уже в следующей бета-версии обещаю то, что я это исправлю. В общем, короче, на этом всё. А с вами был Ghost69. Скачивайте все обновления карты в описании. Распаковывайте её в Gamescom, Majunk, Minecraft Worlds и играйте. В общем, на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь с друзьями. Всем до новых встреч. И всем пока-пока.